Это частная собственность. Человек ищет отмщение. Хладнокровное убийство средь бела дня. Спровоцированное событием, произошедшим на высоте 11 тысяч метров. Дожеланное путешествие превратилось в страшнейшую катастрофу гражданской авиации в истории Германии. Специалистам, ведущим расследование, необходимо узнать, как два современнейших самолета могли оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Катастрофы не случаются просто так. Они являются цепью решающих событий. Распутаем судьбоносные решения и отсчитаем последние секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Столкновения в небе. Россия. Москва. Международный аэропорт Домодедово. 1 июля 2002 года. 8 часов 10 минут вечера. 45 русских школьников ждут посадки на рейс до Барселоны. Это их награда за хорошую учебу. Среди них 11-летний Артур Хаматов. И в начале года, учебного года, мы с ним так договорились, если он школу закончит, так же, как и в предыдущие годы, на отлично. В школу, пятый класс, он дождался вечером, как я вернусь с работы, дождался, как я переоденусь, как я переоделался. Он ко мне подошел и показал таблию успеваемости. И сказал буквально два-три слова. Папа, посмотри, я свое слово сдержал. Дети летят из Уфы, города в центральной части России. Они задержались в Москве, потому что опоздали на первоначально запланированный рейс. Для доставки их в Испанию был организован чартерный рейс. Также в самолете находится Светлана Калоева и ее дети. Константин и Диана. Они летят повидаться с отцом, который уже полтора года работает в Испании. Было, конечно, трудно не видеть детей. Столько времени, ну, все это как бы разговаривал, и как будто от этого становилось легче чуть-чуть. Светлане повезло. Она смогла купить билеты на башкирский чартер. Задержка в получении визы привела к тому, что билеты на другие рейсы раскупили. Мы встретимся, и нам будет хорошо, весело вместе. Экипаж производит последние приготовления. Дамы и господа, вас приветствует капитан корабля. Добро пожаловать на борт башкирских авиалиний. 8 часов 48 минут. Чартер башкирских авиалиний BTC 2937 вылетает из московского аэропорта Домодедова. Расстояние до Барселоны 3000 километров. Примерное время полета 4 часа 20 минут. Швейцария. Диспетчерский центр зоны Цюриха. 11 вечера. 35-летний авиадиспетчер датчанин Питер Нильсон работает в ночную смену. Он и еще один диспетчер управляют воздушным движением на участке воздушного пространства над восточной Швейцарией и частью юго-западной Германии. Днем это один из оживленнейших небесных перекрестков Европы. Но ночью движение не столь интенсивно. И одновременно в секторе находится всего несколько самолетов. Коллега Питера Нильсона уходит на перерыв. Нильсон теперь один отвечает за все воздушное пространство Цюрихского района. Один радар он настраивает на слежение за самолетами, проходящими через сектор. А другой — на самолеты, заходящие на посадку в находящийся неподалеку аэропорт Фридерикс-Хафена. Но согласно расписанию, после 11 часов там не должно быть посадок. Нильсон может сконцентрироваться только на транзитных самолетах. 11.06. Светлана Калоева и ее дети вместе с другими пассажирами самолета башкирских авиалиний летят на высоте 11 тысяч метров над Австрией. По расписанию они должны прибыть в Барселону всего через два часа. В 600 километрах от них, в Бергамо, Италия, в воздух поднимается «Боинг-757» компанией DHL. Пункт назначения — Брюссель. Командиры, второй пилот — единственные люди на борту. В диспетчерскую Нильсена пришли инженеры по обслуживанию оборудования. Они пришли для проведения обслуживания главного радара. 11.21. Грузовой самолет DHL, рейс DHX-611, входит в воздушное пространство, контролируемое Нильсеном. Командир запрашивает разрешение подняться на высоту 11 тысяч метров. Швейцарский радар, добрый вечер, говорит рейс DHX-611. DHX-611, идентифицировал вас. Готовьтесь к дальнейшему подъему через 4-5 минут. Прежде чем позволить им подняться, Нильсену необходимо отрегулировать движение. Рейс 3-2-0, снижайтесь. Бригаде обслуживания, теперь необходимо поработать с системой телефонной связи. Вы можете быстро все сделать, пожалуйста. 11.25. Фридрихс Хаффену приближается нежданный самолет. Нильсену необходимо пересесть за другой радар. Но задержавшийся аэробус рейс АИФ-1135 заходит на посадку. Диспетчеру требуется позвонить на контрольную вышку аэропорта, чтобы сообщить им об этом. Ему не удается дозвониться. Но у него есть еще 10 минут, прежде чем аэробус будет садиться. Поэтому он возвращается к радару проходящего движения. Ди-Эй-Экс 611. И разрешает самолету Ди-Эй-Эй-Эл подняться на высоту 11 тысяч метров. Поднимайтесь, занимайте эшелон 3-6-0. Затем Нильсен возвращается к аэробусу и вновь звонит в аэропорт Фридрихс Хаффена. БТС 29-37. Башкирский чартер, приближаясь к сектору, выходит на связь с диспетчером. Говорит диспетчер, повторите. БТС 29-37. Эшелон 3-6-0. Но когда Нильсен идентифицирует их, на связь выходит аэробус. АЭФ 11-35, приближаюсь. Готовлюсь к посадке по курсу глиссадной системе. Полоса 20. Полагаю, так. Скоро свяжусь с вами. Нильсен звонит в Фридрихс Хаффен третий раз. АЭФ 11-35. АЭФ 11-35. Он вызывает командира аэробуса и велит ему напрямую связаться с аэропортом. У меня нет связи с Фридрихс Хаффеном. Не могли бы вы, пожалуйста, связаться с ним по второй линии? Подтверждаю. Сейчас самолет DHL летит на Швейцарии на высоте 11 тысяч метров. Внезапно его бортовая система предупреждения опасных сближений Ти-Кас подает сигнал тревоги. Сближение, сближение. Тот же самый момент срабатывает и система Ти-Кас башкирского самолета. Сближение, сближение. Два самолета находятся на расстоянии 25 километров. Они летят на одной и той же высоте, двигаясь в одну и ту же точку навстречу друг другу. Питер Нильсон внезапно осознает, что у него срочная проблема. БТС-2937. Он немедленно приказывает русским пилотам снижаться. Снижайтесь на эшелон 3.5.0. Ускорьте выход на эшелон. Вижу встречный борт. Через несколько секунд их система Ти-Кас приказывает им совершенно противоположное. Набирайте высоту, набирайте высоту. Она велит им набирать высоту. Он инструктирует нас снижаться. Одновременно с этим Ти-Кас самолета Ди-Эчел велит команде снижаться. Снижайтесь, снижайтесь. Экипаж самолета башкирских авиалиний не знает, чьим инструкциям следовать. Набирайте высоту. Нильсон повторяет свою инструкцию. Ускорьте движение на эшелон 3.5.0. БТС-2937. Когда он видит, что они последовали его указаниям, Нильсон сообщает им, что самолет Ди-Эчел приближается к ним с правой стороны. Самолет движется к вам с двух часов. Сейчас на эшелоне 3.6.0. Диспетчер вновь возвращается к Аэробусу. В кабине башкирского чартера экипаж старается увидеть самолет Ди-Эчел. Сейчас два самолета находятся всего в 5 километрах друг от друга. Они оба снижаются, сближаясь со скоростью 1300 километров в час. Быстрее скорости звука. Вот он, снижайся. Резко снижайся. Это частная собственность. Человек ищет отмщение. Хладнокровное убийство средь бела дня. Спровоцированное событием, произошедшим на высоте 11 тысяч метров. Когда желанное путешествие превратилось в страшнейшую катастрофу гражданской авиации в истории Германии. Специалистам, ведущим расследование, необходимо узнать, как два современнейших самолета могли оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Катастрофы не случаются просто так. Они являются цепью решающих событий. Распутаем судьбоносные решения и отсчитаем последние секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Столкновения в небе. Россия. Москва. Международный аэропорт Домодедово. 1 июля 2002 года. 8 часов 10 минут вечера. 45 русских школьников ждут посадки на рейс до Барселоны. Это их награда за хорошую учебу. Среди них 11-летний Артур Хаматов. И в начале года, учебного года, мы с ним так договорились, если он школу закончит, так же, как и в предыдущие годы, на отлично. Школу, пятый класс, он дождался вечером, как я вернусь с работы, дождался, как я переоденусь, как я переоделался. Он ко мне подошел и показал таблию успеваемости. И сказал буквально 2-3 слова. Папа, посмотри, я свое слово сдержал. Дети летят из Уфы, города в центральной части России. Они задержались в Москве, потому что опоздали на первоначально запланированный рейс. Для доставки их в Испанию был организован чартерный рейс. Также в самолете находятся Светлана Калоева и ее дети, Константин и Диана. Они летят повидаться с отцом, который уже полтора года работает в Испании. Было, конечно, трудно не видеть детей. Столько времени, ну, все это как бы разговаривал, и как будто от этого становилось легче чуть-чуть. Светлане повезло. Она смогла купить билеты на башкирский чартер. Задержка в получении визы привела к тому, что билеты на другие рейсы раскупили. Мы встретимся, и нам будет хорошо, весело вместе. Экипаж производит последний... Это страшнейшая катастрофа гражданских самолетов в истории Германии. Как могло произойти такое в отрасли, защищенной многочисленными совершеннейшими системами безопасности? Сейчас, пересмотрев события того дня и углубившись в расследование, мы можем показать злополучную последовательность событий, приведшую два самолета в одно и то же место в одно и то же время. Были приглашены эксперты БФУ, немецкого федерального ведомства по расследованию авиационных катастроф. Янс Фридеман руководит работами на месте падения. Расследование авиационной катастрофы похоже на расследование преступления. Место преступления. Необходимо установить факты. На месте катастрофы мы начали расследование в полном хаосе. Повсюду лежали обломки. Фридеман не может ничего принять без доказательств. Даже то, что два самолета столкнулись. Два самолета находились в воздухе. Столкнулись ли они? Или просто пролетели слишком близко друг от друга и потеряли управление? Или что-то подобное? Мы просто не знаем. Без черных ящиков Фридеману необходимо разобраться, что произошло, изучая искореженные фрагменты самолетов. Главные элементы доставляются в специализированные хранилища в Северной Германии. Опытный глаз Фридемана вскоре способен увидеть в исковерканном металле историю произошедшего. Боинг задел Туполев в одной точке. Вертикальная часть хвоста самолета была оторвана. Туполев получил повреждения в области левого крыла и левой стороны фюзеляжа. Также были свидетельства столкновения в нижней части правого крыла. Обломки показали, что грузовой самолет ДХЛ и чартер башкирских авиалиний действительно столкнулись в воздухе. Теперь мы знаем, что произошло. Вопрос в том, почему это случилось. Как они могли так сблизиться? На месте крушения среди фрагментов двух самолетов эксперты наконец нашли то, что искали. Черные ящики обоих самолетов. Это было очень важно для расследования происшествия. Эксперт БФУ Йохан Ройс присоединяется к расследованию. Его задача — проанализировать данные бортовых самописцев. Речевые регистраторы переговоров в кабине экипажа помогают нам понять, что происходило в кабине, как пилоты принимали свои решения. Ройс начинает с изучения автоматической системы предупреждения опасных сближений — ТИКАС. Первой задачей было определить, сработала ли система ТИКАС, как должна была, в соответствии со своим предназначением. ТИКАС создает трехмерную карту вокруг самолета, используя его высоту, скорость и направление. Все самолеты, оборудованные ТИКАС, постоянно передают эту информацию друг другу. Если самолеты слишком сближаются друг с другом, ТИКАС предупреждает пилотов. Сближение, сближение. Если необходимо, дает пилотам рекомендацию по устранению конфликтной ситуации. Снижайтесь, снижайтесь. Изучая черный ящик, Ройс быстро устанавливает, что система сработала, как должно. Сближение, сближение. Перед столкновением обе системы ТИКАС приняли и сообщили рекомендации по устранению конфликтной ситуации. Русскому ТУ-154 была дана инструкция набирать высоту, а Боингу ДИЭЧЛ — снижаться. Если бы самолеты выполнили эти инструкции, столкновение бы не произошло. Но в то время как пилоты самолета ДИЭЧЛ последовали указаниям ТИКАС, снижайтесь, снижайтесь, русский экипаж этого не сделал. Набирайте высоту, набирайте высоту. Эксперты из США отправились на место чудовищного столкновения двух самолетов в небе над Южной Германией. Столкновение над Юберлингеном — главная тема международных новостей. Пресса строит самые смелые предположения и ищет, кого бы обвинить. Сообщается, что пилот русского самолета проигнорировал многочисленные инструкции авиадиспетчеров. Почему устройство ТИКАС, предназначенное для предотвращения столкновений, в данном случае, возможно, привело к столкновению? И почему русский самолет не начал снижение, когда получил такую инструкцию? Записи черных ящиков быстро разрушают одну из теорий. По записи бортового самописца мы смогли установить, что языкового барьера не было. Русский экипаж прекрасно понимал английский. Но самописцы также раскрывают удивительный факт. Набирайте высоту, набирайте высоту. Система говорит, что надо набирать высоту, а диспетчер велит снижаться. Мы заметили, что была инструкция от диспетчера. «БТС-2937, снижайтесь на эшелон 350». И мы обнаружили, что в то же самое время, сразу после его команды, раздалась инструкция системы ТИКАС. «Набирайте высоту, набирайте высоту». Практически одновременно русские пилоты получили две противоположные инструкции. «Ускорьте снижение на эшелон 350». Теперь экипажу необходимо очень и очень быстро принять решение, что им делать. И мы обнаружили, что экипажу было крайне сложно принять это решение. Но это не должно было вызвать никаких затруднений. Два самолёта летели над Германией, а европейские правила чётко указывают, что инструкции ТИКАС имеют приоритет перед указаниями диспетчеров. Я не мог придумать никаких объяснений, почему нечто подобное произошло. «Набирайте высоту, набирайте высоту». Почему экипаж не воспользовался системой ТИКАС так, как она могла и должна была быть использована? К апрелю 2001 года ТИКАС был обязательной в большинстве стран мира. Но эксперты обнаружили одно значительное исключение. Россия. Возможно, российский экипаж не знал, как пользоваться ТИКАС. Рустам Мустафин, бывший пилот башкирских авиалиний. Он подтверждает, что хоть для местных полётов система и не была стандартной, самолёты, совершающие международные рейсы, специально оснащались системой ТИКАС. Как только международное сообщество ТИКАО предъявило требования по оснащению этих самолётов, и полностью укомплектованы кадрами, преподавателями по изучению этой системы. Мустафин регулярно летал с пилотами рейса БТС 2937. Ко времени, до этого печального события, опыт работы с этой системой был уже богатый. Экипаж знал, как работает ТИКАС, и тем не менее проигнорировал её указания. Полётная инструкция Ту-154, настольная библия пилота, раскрыла почему. Из этих инструкций мы узнали, что указания диспетчера всегда имеют больший приоритет. В этой инструкции сказано, что русском именно сказано, что преимущественное право при срабатывании ТИКАС имеет команда диспетчера. На тот момент. В противоположность европейским правилам русский экипаж был обучен использовать систему ТИКАС лишь как вспомогательную. И пилоты могли при желании следовать инструкциям диспетчера. Они следовали инструкциям ТИКАС, но так как это трактовалось российскими правилами. Поступил бы точно так же, как у себя вот этот экипаж. Я бы выполнял команду диспетчера. Внезапно мы смогли понять, почему члены экипажа поступили так, как они поступили. Эксперты определили, почему оба самолёта снижались. В то время, как экипаж самолёта DHL следовал указаниям ТИКАС, русские пилоты выполнили команду диспетчера. Но это не отвечает на ещё более глобальный вопрос. ТИКАС является системой для самых крайних случаев. Самолёты вообще не должны были находиться так близко друг к другу, чтобы она могла сработать. Следователи перевели своё внимание на диспетчерскую. Диспетчер должен дать пилотам инструкцию изменить высоту полёта по меньшей мере за две минуты до потенциального конфликта. Но Питер Нельсен отдал русскому экипажу команду снижаться лишь в тот момент, когда до столкновения оставалось 43 секунды. Витя Си 2937, снижайтесь. Почему диспетчер отдал указания для того, чтобы избежать столкновения так поздно, что опасность катастрофы действительно существовала? Из журналов смены и данных допросов эксперты узнали, что Нельсен был единственным диспетчером на посту вечером 1 июля. Официальное правило компании Skyguide требует присутствия на посту одновременно по меньшей мере двух диспетчеров. Следователи узнали, что обычная практика среди диспетчеров Skyguide стала уходить на продолжительный перерыв во время ночной смены. Том Ларсен был близким другом Нельсена. Он проработал с ним много лет. Так как Питер работал в ночную смену, мы работали постоянно. В диспетчерской находился лишь один человек, потому что поток самолетов был очень небольшим. Между 11 вечера и 6 утра ни в одном из аэропортов сектора не было посадок. Но затем, примерно в 11.25 вечера 1 июля 2002 года Нельсен сталкивается с неожиданной посадкой. Самолет заходил на посадку в аэропорт Фридрихсхафена, которую ему необходимо было координировать. Крайне необычно, что самолет заходит в это время на посадку во Фридрихсхафене. Думаю, диспетчер был этим несколько удивлен. Согласно инструкции, Нельсен должен связаться с контрольной вышкой аэропорта, прежде чем выводить задержавшийся самолет на посадку. Обычно это рядовая задача. Одно нажатие кнопки, и телефон напрямую соединяет его с вышкой Фридрихсхафена. Но записи показывают, что Нельсен не мог дозвониться. Следователи узнают, что из-за технического обслуживания телефонная система Нельсена была переключена на резервную. Но даже при этом диспетчер должен был иметь возможность выйти на связь одним нажатием кнопки. Однако техническая экспертиза телефонов показала ужасную проблему. Резервная система, которая должна была служить дополнительной линией, в тот вечер не работала. Телефонная связь была недоступна из-за технической неполадки. Нельсен регулярно пытается связаться с Фридрихсхафеном. Рутинная задача внезапно отнимает большую часть его времени. Он был занят сильнее обычного, потому что не мог совершать телефонные звонки. Ему пришлось искать альтернативные решения. Пришлось искать другие способы связи. У меня нет связи с Фридрихсхафеном. Не могли бы вы, пожалуйста, связаться с ними по второй линии? Слишком заняты передачей задержавшегося аэробуса, Нельсен игнорирует транзитные рейсы. Примерно пять минут он был сосредоточен на этой проблеме. Она отвлекла его от того, что происходило на экране радара. Но у этого радара есть аварийная функция, которая должна предупредить его о надвигающейся угрозе. Система краткосрочного предупреждения о конфликте, STCA. Система краткосрочного предупреждения о конфликте это другая система, схожая с ТИКАС, только наземная, которая помогает нам на радаре, если мы не замечаем конфликтную ситуацию. Если мы вовремя ее не заметим, система подаст сигнал тревоги. За две минуты до возможного столкновения на обоих экранах радара у Питера Нильсена должно было загореться предупреждение системы STCA и раздаться звуковое предупреждение. Именно это и произошло в 180 километрах от него, в Карлсруе, Германия. Диспетчер в Карлсруе заметил на экране, что два самолета находятся ближе друг к другу, чем должны. Записи показывают, что диспетчер в Карлсруе пытался позвонить Нильсену, чтобы предупредить его. Но неисправная дублирующая телефонная система не позволила ему дозвониться. Авиационные правила гласят, что ему разрешается связываться с самолетами, находящимися вне его сектора, только если отвечающий за них диспетчер потерял сознание или ушел с поста. Диспетчер в Карлсруе решает придерживаться правил и пытается позвонить Нильсену в общей сложности 11 раз. Но дозвониться так и не удается. ВТС 2937. Записи показывают, что визуальное предупреждение СТСА Нильсена не сработало. Ройс узнает, что радар Сюриха проходил обслуживание и находился в режиме ограниченной функциональности. Запланированные работы по обслуживанию привели к тому, что не все функции, присутствующие при нормальной работе, были доступны. В режиме ограниченной функциональности одна аварийная функция была Нильсену недоступна. Визуальное предупреждение СТСА. Это последняя часть головоломки, объясняющая, почему Нильсен не отдал русскому самолету указания снижаться до считанных 43 секунд перед столкновением. Расследование показало, что в диспетчерской совпал целый ряд неудачных событий. Если бы Нильсен услышал сигнал СТСА до того, как в действие вступила бортовая система ТИКАС, конфликта бы не произошло и катастрофы удалось бы избежать. Но есть еще один последний поворот. За 19 секунд до столкновения Питер Нильсен сообщает русским пилотам, что самолет DHL приближается к ним с правой стороны. Самолет движется к вам с двух часов. Сейчас на эшелоне 360. Где он? На самом деле самолет приближался слева, с 10 часов. Единственное объяснение, которое эксперты могли дать этой ошибке – стресс. Неизвестно, хватило бы русским пилотам времени, чтобы избежать столкновения, даже если бы они раньше заметили самолет DHL. Вот он слева. Но записи показывают, что в последние секунды они пытались это сделать. В момент столкновения самолет башкирских авиалиний развалился на четыре части. Без киля грузовой самолет DHL вышел из-под контроля и, вращаясь, устремился к земле. 21 февраля 2004 года. В то время, как эксперты составляют заключительный отчет, Виталий Калоев летит в Цюрих. Он одержим идеей найти кого-нибудь, кого можно обвинить в гибели его жены и детей. Человек ждал, что поступит какое-то заявление или какое-то обращение. И вот вы убили детей, все это, и детей, все это, и как будто ничего не случилось, никаких соболезнований, никаких извинений. Нильсон продолжал работать на Sky Guide, но перешел в отдел анализа обеспечения безопасности. Калоев узнал, где он живет. Надо было положить конец вот всему этому уже. Вот конец. Надо было уже все это завершать и еще ждать какое-то время. Я решил положить конец всем этим. Вышел Нильсон, лучше меня, достал фотографии. Теперь посмотри на мою бочку. Посмотри, оттолкнул руку, еще раз протянул, опять оттолкнул, ну и получил то, что заслужил. Вот когда вот говорят, вот это вот месть была или что-то была, месть это мелкое что-то, понимаете как? Это мелкое, это вот такая вот за какую-то вот обиду или что-то, вот человек начинает мстить там, что-то как-то. Это не месть была, это скорее всего кара была. В Швейцарии был арестован человек, причастный к убийству авиадиспетчера, дежурившего в ночь, когда столкнулись два самолета два года назад. Выследил и зарезал на глазах у членов семьи. Убит за фатальную ошибку. Петеру Нильсену было 36 лет. У них женой было трое детей. После ареста Виталий Калоев помещен в психиатрическую клинику. Пока суд решает, является ли он вменяемым, чтобы предстать перед судом. Калоев признан виновным в преднамеренном убийстве и приговорен к восьми годам в швейцарской тюрьме. В ноябре 2007 года он был выпущен после того, как суд высшей инстанции принял во внимание его ограниченную вменяемость в связи с гибелью жены и двоих детей. Виталий Калоев не сожалеет о своих действиях. Ниже! В мае 2004 года, после почти двух лет кропотливой работы, немецкая комиссия опубликовала окончательный отчет. Теперь мы можем снова просмотреть события этого судьбоносного дня, используя факты, вскрывшиеся во время расследования. 1 июля 2002 года. 8 часов 48 минут вечера. 2 часа 47 минут до катастрофы. Чартер башкирских авиалиний вылетает из московского аэропорта Домодедова. 20 минут до катастрофы. Диспетчерская Сюрихского воздушного района дежурят два диспетчера. Один уходит на перерыв. Питер Нильсон работает один. 12 минут 33 секунды до катастрофы. Грузовой самолет компании DHL входит в воздушное пространство, контролируемое Нильсоном, и запрашивает разрешение подняться на высоту 11 тысяч метров. 9 минут 49 секунд до катастрофы. Задержавшийся аэробус заходит на посадку в аэропорту Фридрихсхаффена. Нильсон пытается дозвониться в аэропорт, чтобы передать им рейс. Но из-за техобслуживания используется дублирующая телефонная система, которая оказывается неисправной. 5 минут 21 секунда до катастрофы. Башкирский чартер выходит на связь с Нильсоном. Самолет летит на высоте 11 тысяч метров и скоро войдет в контролируемое диспетчером пространство. Две минуты до катастрофы. Самолет башкирских авиалиний и DHL летят на одной высоте на расстоянии всего в 44 километра друг от друга и сближаются со скоростью, превышающей скорость звука. Система краткосрочного предупреждения о конфликте STCA должна предупредить Нильсона о возможном столкновении. Но его радар также переведен в режим ограниченной функциональности. Система не работает должным образом. 43 секунды до катастрофы. Нильсон наконец замечает, что два самолета движутся курсом к грозящим столкновениям. Он немедленно дает указание снижаться русским пилотам. Снижайтесь на эшелон 3.5.0. Через несколько секунд на обоих самолетах срабатывает система ТИКАС. Она дает команду снижаться пилотам DHL. Снижайтесь, снижайтесь. А русскому экипажу набирать высоту. Набирайте высоту. Набирайте высоту. Система говорит, набирайте высоту, он инструктирует нас снижаться. Нильсон не знает, что оба самолета получили рекомендации автоматической системы. Он повторяет свои инструкции русским пилотам. БТС 2937, снижайтесь на эшелон 3.5.0. Русские инструкции позволяют пилотам самостоятельно принимать решения в подобных конфликтных ситуациях. В данном случае они следуют команде Нильсона. Теперь оба самолета снижаются. 19 секунд до катастрофы. Нильсон считает, что конфликт разрешен. Прежде чем отключиться, он говорит русскому экипажу, что самолет DHL приближается к ним справа. На самом деле, тот приближается к ним слева. Где он? Три секунды до катастрофы. Русский экипаж заметил самолет DHL. Вот он, слева. Они тянут штурвал вверх, но уже слишком поздно. Снижайся! В 11.35 самолеты сталкиваются на высоте 10.5 тысяч метров над городом Юберлинген, Германия. Все 71 человек на борту обоих самолетов погибли. В своем отчете немецкая комиссия пришла к заключению, что Питер Нильсон и русские пилоты совершили серьезные ошибки. Но главной причиной катастрофы стала халатность со стороны компании Skyguide. В мае 2004 года сразу после опубликования отчета БФУ на пресс-конференции в Сюрихе генеральный директор Skyguide Ален Розье принес официальные извинения. Мы также совершили ошибки и глубочайшим образом сожалеем об этом. Мы признаем ответственность за все, что указано в отчете немецкой комиссии. и просим семьи жертв о прощении. В сентябре 2007 года швейцарский суд признает четырех работников Skyguide виновными в убийстве по неосторожности. Три менеджера, закрывавшие глаза на практику работы с одним диспетчером, получили по одному году условно. Руководитель проекта, занимавшийся техническими работами в ночь катастрофы, был оштрафован на 13,5 тысяч швейцарских франков. Примерно 11 тысяч долларов. Следуя рекомендациям немецкой комиссии, компания Skyguide ввела ряд процедурных изменений. Теперь они гарантируют, что в диспетчерской всегда дежурят два диспетчера, даже во время тихих ночных смен. Никто больше не окажется на месте Питера Нильсона. Эксперты также рекомендовали провести стандартизацию международных и региональных нормативов и руководств по управлению самолетами относительно системы ТИКАС. ТИКАС должна обладать приоритетом над командами диспетчера. Нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что подобное никогда не повторится. Но мы уверены, что смогли внести важный вклад в предотвращении возможного повторения подобного события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова